Добрый вечер, Абдулхайр Бахтубаевич. Давайте начнем с самого первого вопроса. Как поступает в фонд средства? Добрый день, Жуман. Очень приятно находиться в вашей студии. Добрый день, поступление в фонд у нас ежедневно поступает от всех плательщиков, взносы и отчисления ОСМС. На самом деле у нас есть специальный счет в Национальном банке, где поступают и аккумулируются все денежные средства от СМС. Между Национальным банком и фондом существует договор доверительного управления, по которому производится управление в том числе и накопленными средствами ОСМС. Поэтому с точки зрения сохранности существующее законодательство обеспечило безопасность и сохранность активов. И более того, в рамках договора доверительного управления у нас накопленные средства, они в соответствии с утвержденным перечнем финансовых инструментов, они размещаются либо в долгосрочных, либо среднесрочных ценных бумагах и облигациях. Этой функцией занимается Национальный банк. А примерно можете сказать, сколько средств накопилось? По состоянию на 1 января 2024 года это было 933 миллиарда тенге, которые размещены на долгосрочные цены бумаги, на краткосрочные депозиты Национального банка и средние долгосрочные облигации. В среднем в день поступает сколько? Ну, я хотел бы сказать, ну в день, понимаете, это же от реального сектора экономики, в том числе от государства, от работодателя и заработников. Поэтому в годовом исчислении скажу, сумма в объеме 1,2 триллиона тенге. А расходуется? Расходуется, приблизительно сумма в этом же объеме расходуется. А поскольку закон об СМС введен у нас ранее, и своего рода накопленные средства, это финансовая подушка для авансирования медицинских организаций. То есть на начало года, если, понимаете, объем накопленных средств не будет, то мы не сможем провести финансирование, оплату медицинских организаций. Соответственно, они не смогут оказывать медицинскую помощь пациентам. Поэтому, так называемая финансовая подушка, она создается. И чтобы эти деньги не лежали просто так, а работали, поэтому они инвестируются Национальным банком в те три направления, которые я вам сказал. Самый главный момент и тезис, что все средства СМС расходуются исключительно на оказание медицинской помощи для казахстанцев. И сколько казахстанцев сейчас используются услугами? Ну, если смотреть, первая половина текущего года, это порядка 8,5 миллионов казахстанцев получили медицинскую помощь. Это, понятно, по году эта цифра будет увеличиваться. То есть мы можем сказать, практически чуть меньше половины, но по году это будет больше половины казахстанцев. Все эти средства, получается, они распределяются по медицинским учреждениям? Да. Фонд, в данном случае это финансовая организация, которая выполняет функции, которые связаны с размещением, распределением объемов медицинской помощи и оплатой на сторону медицинских организаций. Непосредственно саму медицинскую помощь оказывают медицинские клиники. Получается, весь фонд занимается непосредственно распределением или какой-то может подать дел или департамент? Нет, у фонда есть соответствующее структурное подразделение, которое занимается распределением объемов. Вот давайте скажем так, из объема по прошлому году 2,4 триллиона тенге мы размещаем их на портале Министерства финансов, портале госзакупок. Из них 88%, это почти 2,1 триллиона тенге, распределено в автоматическом режиме с максимальным исключением человеческого фактора. За последние три года практически на 50% увеличился объем медицинской помощи, который распределен именно в автоматическом режиме. Это одна из ключевых функций, поскольку фонд изначально, одна из миссий его, это, как называем, стратегического закупщика. То есть мы распределение равно закуп, и стратегический закупщик, это фонд в одном лице, выполняет эту функцию и распределяется между медицинскими организациями. А сколько, можете сказать, сколько? Порядка двух тысяч медицинских организаций, ну в этом году мы заключили, ну в средние, за последние годы были сейчас более 1950 медицинских организаций, среди них есть частные, государственные. За последнее время большая динамика была участие частных медицинских организаций, сейчас порядка 64% в общей структуре это частные медицинские организации. Ну а по объему распределяемых средств у них меньше третий. Все-таки основной объем распределяется по государственным клиникам. Получается, как это вообще происходит? Получается, частная клиника подает заявку? Да, фонд выполняет функции, связанные с введением реестра поставщиков за весь период, семилетний период фонда. Все те поставщики, которые были в договорных отношениях с фондом, они в этом реестре, в этот реестр включены. И в последующем есть определенные требования. Но когда мы объявляем закупочную компанию, как правило, мы объявляем его на будущий год, условно, в четвертом квартале, если на 2025 год, в четвертом квартале 2024 года, поставщики будут необходимый документ сами загружать на портал госзакупок, Центр электронных финансов. Это не платформа фонда, что тоже исключает какое-либо вмешательство как со стороны фонда, так и других лиц. И в последующем уже на этом портале идет присвоение соответствующих баллов, критериев по отдельным видам медицинской помощи. Сами потенциальные поставщики клиники уже знают, куда они заявляются, на какие объемы, какими материально-техническими средствами они обладают. Здесь ключевой момент, это все-таки производственные базы, наличие лицензии, наличие кадровых ресурсов, врачей, ну и медицинского оборудования. Давайте еще поговорим, раз мы затронули вообще финансовую эсперу, о кредитской задолженности. Как так получается, что медорганизации начинают страдать от таких дополнительных финансовых обязательств? Как это вообще происходит? От кредиторской задолженности, медицинских организаций, я здесь хотел бы подчеркнуть, что фонд не имеет, это не кредиторская задолженность фонда перед медицинскими организациями, это кредиторская задолженность медицинских организаций перед своими поставщиками. Они же также являются, ну, субъектом предпринимательства, они также закупают медицинскую помощь, услуги, питание, изделия медицинского назначения, оплачивают налоги, выплачивают заработную плату, соответственно, у них есть обязательства перед своими либо работниками, персоналом, либо поставщиками. На сегодняшний день кредиторская задолженность оперативная, она составляет порядка 129 миллиардов тенге, в среднем это менее 5% от годового объема финансирования. В текущем году объем финансирования 2,8 триллиона тенге. Здесь из него сразу подчеркну, что порядка 85% это такая текущая кредиторская задолженность, которая может возникать у любого субъекта. Ну, порядка 15% это в районе 18 миллиардов тенге, это просроченная кредиторская задолженность, которая уже длительное время не погашается и может оказывать влияние на финансовое состояние медицинской организации, соответственно, в последующем может влиять на качество оказания медицинских услуг. Три причины, ключевые кредиторской задолженности, это низкие тарифы, сейчас Министерство здравоохранения совместно с фондом начали проработку по пяти профилям, в основном касающиеся детства, материнства, родовспоможения, увеличены тарифы в текущем году по девяти профилям, планируется с сентября месяца, но эти все тарифы не увеличивались, не пересматривались в течение длительного периода. То есть, я думаю, здесь такая задача среднесрочная, не на один год, как минимум на три-пять лет, потому что более десяти лет где-то есть тарифы, которые не пересматривались. Вторая проблема, это причина, вернее, это нецелевое использование средств. Здесь, учитывая общую экономическую ситуацию, и у нас сейчас взаимоотношения с медицинскими организациями, тоже есть определенные проблемы, связанные с отсутствием достаточности средств для оплаты медицинской помощи. Поэтому переход на полный режим экономии средств. Мы в целом утвердили план финансовой устойчивости для медицинских организаций, министерства, фонд. Сейчас все клиники, с которыми у нас есть договорные отношения, мы работаем в рамках, это еще весной утверден, в рамках этого плана. Ну и третья проблема, это все-таки проблема менеджмента, поскольку здесь непосредственно расходование средств осуществляется на уровне медицинских организаций, руководством. Есть вопросы, связанные с непрозрачностью средств, есть вопросы, связанные с неоткрытостью в том числе. Государственные клиники, они публикуют свою финансовую отчетность, частные клиники не публикуют, такой законодательной обязанности нет. Сейчас мы инициируем, и у нас есть такой ряд предложений, в том числе связанный с интеграцией наших поставщиков, чтобы интегрировали 1С бухгалтерий своих, 1С фонда, для того, чтобы профилактировать на ранней стадии, видеть какие-то отклонения по возможному росту так называемой кредиторской задолженности. Подчеркну, кредиторская задолженность, речь идет о 129 миллиардов, не фонда, а именно медицинских организаций. Просто мы сталкивались с тем, что клиники, они недовольны фиксированной ставкой, дифференцированной ставкой, и для них кажется, что это поможет поднять или как-либо усилить их финансовое положение. Ну, на мой взгляд, здесь, наверное, нельзя однозначно сказать, что только лишь проблема в этом, проблема глобальной и шире. То есть на сегодняшний день же оказывается медицинская помощь по двум пакетам медицинской помощи. Один ОСМС, который сейчас мы обсуждаем с вами, да, вот в объеме 2,8 триллиона, составляет где-то порядка 47%, 43%. Соответственно, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи – порядка 57%. Соответственно, вот доля, как раз-таки отчисления ОСМС справно платятся, и по ним каких-либо перебоев с подступлением, с финансированием здесь нет. Возникают проблемы и дефицита средств именно в части средств республиканского бюджета, в части гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Но когда человек получает помощь или неудовлетворен ею, он наверняка не знает, по какому пакету оказана эта помощь, он в целом связывает свою неудовлетворенность, возможность с введением ОСМС. Но здесь, на мой взгляд, причина следственной связи, она нарушена, и, наверное, только специалисты, эксперты могут знать и разбираться в таких деталях. С точки зрения медицинских услуг, вот я сказал, ключевые задачи фонда, это три задачи, это распределение объемов среди клиник, это оплата и проведение так называемой экспертизы и мониторинга. Вот три ключевые вещи, которые, безусловно, должны выполняться. Непосредственным услугодателем являются сами медицинские клиники. Поэтому мы здесь видим, у нас вообще есть соответствующее подразделение, которое занимается мониторингом медицинской помощи, и мы проводим перед каждой оплатой. Если услуга оказана добросовестно и качественно, то мы проводим эту оплату, и если нет, мы проводим соответствующую экспертизу, анализ и привлекаем, в том числе и административной ответственности, медицинские клиники. Здесь есть возможность у любого человека пожаловаться. У нас есть пять видов мониторинга. Один делается через информационную систему, называется текущий мониторинг. Внеплановый мониторинг осуществляется по поступлению жалоб пациентов. Делается проактивный мониторинг, на профилактику направлен целевой по отдельным видам медицинской помощи. Ну и делается мониторинг еще летальных случаев, кроме материнской смертности. Вот пять видов мониторинга. Поэтому вот в части касается жалоб, нареканий пациентов, мы делаем так называемый внеплановый мониторинг, разбираемся с каждым случаем и информируем заявителя о том, какие меры приняты. А можете по цифрам сориентировать? Вот сколько было жалоб таких? Жалоб за 2023 год было порядка 27 тысяч жалоб поступило. За первый полугодик текущего года более 14 тысяч, ну из них порядка 6 тысяч жалоб отозвано. Что означает отозван? Ну, уже, наверное, здесь и сейчас на месте медицинская клиника, руководство или врачи разобрались, оказали этот объем услуг и эти вопросы сняли на месте. Ну, если сравнивать с объемом тем же 8,5 граждан, то порядка 0,2% от общего количества, много или мало, сложно рассуждать, но тем не менее они есть, и с ними нужно работать, и непосредственно это зона ответственности медицинских организаций. Мы, как называется, как правило, подстегиваем их для того, чтобы минимизировать и сокращать эти жалобы и быть более пациентоориентированными. А вот вы фиксировали примерно, на какие чаще всего жалуются? Да, в основном отказ в оказании медицинской помощи. Второе – это длительность ожидания очереди, есть вопросы неправильного применения нормативно-правых актов. Такие общие, в целом, вот такая структура жалобы. А вы занимаетесь только, получается, мониторингом этом и подстегиванием больниц. Как-то либо вы поталкиваете для решения этих проблем? Вы должны понимать, что фонд является некоммерческим акционерным обществом, мы не являемся государственным органом. Соответственно, у нас государственных функций нет и мы свои взаимоотношения с медицинским организациям осуществляем в рамках договорных отношений. Но в то же время для нас регуляторную среду, непосредственно правовую основу, базу определяет Министерство здравоохранения. И по данным нормативно-правым актам, приказам мы осуществляем свою работу. Все прописано там. Проведение мониторинга, проведение распределения закупочной кампании, проведение оплаты, выставление каких-то финансовых санкций. Все прописано в этих нормативно-правых актах. Хорошо. Это, получается, мониторинг жалоба со стороны пациентов. Были ли мониторинг со стороны непосредственно самих врачей и жалоб? Но, как правило, это единичный случай практически нет. В основном от них поступают консультации, правила применения. Вот понимаете, большое правовое поле, очень много клинических протоколов, стандартов, стандартов лечения. Соответственно, возникают разные могут быть вопросы по правоприменительной практике. Конечно, уполномоченным органом является Министерство здравоохранения, регулятор он. Но зачастую в рамках каких-то вопросов не работает информационная система или здесь же произошли какие-то отклонения, расхождения есть между приказом и фактическим оказанием услуги. Мы, естественно, напрямую работаем с медорганизациями, и разъясняем, и для врачей. У нас в целом есть колл-центр, он на базе 1414, туда поступает в год порядка 1 миллиона звонков, несколько линий есть, первая, вторая линия. То есть мы, в том числе и врачи, на второй, третьей линии они разъясняют, возможно, и врачам, и пациентам любые вопросы связаны вообще с применением системы ОСМС. И с другой стороны у нас есть сайт, куда тоже поступает порядка 900 тысяч пользователей за год, по которым различным вопросам у нас есть топ-вопросов, которые наиболее часто задаваемых вопросов, мы их регулярно актуализируем, обновляем. В общем, в принципе, каналы связи, обратная связь, как с пациентами, так и с врачебным персоналом у нас выстроены. А по итогу мониторинга штрафуется, получается, медучреждение, или как это происходит? Да, есть различные дефекты, так называемые медицинские дефекты, которые отклонение от клинического протокола или от стандарта, нарушение кратности, может быть, оказания медицинской услуги или же завышение объемов медицинской услуги. И там на каждый, в том числе, дефект в основном идет через информационную систему, текущий мониторинг. Перед проведением оплаты все это в автоматизированном виде поступает, большой объем данных, и система распределяет его по специалистам департамента мониторинга, и они смотрят, подтверждают этот дефект или не подтверждают, и дают свои обоснования. В последующем уже идет подтвержденно, либо не подтвержденно, идет на оплату. Ну, не подтвержденно, не в полном объеме, применяются в том числе и финансовые санкции. Но сейчас что мы делаем? Там есть так называемый внутри информационных систем форматно-логический контроль. Мы сейчас пересматриваем и делаем более чувствительные форматно-логические контроли для того, чтобы выявлять эти дефекты и в последующем уже учитывать их при проведении оплаты. Запустили внутри фонда ситуационно-аналитический центр, где так называемые большие данные, очень большие данные. Их миллиарды за несколько лет, медицинских услуг, и мы можем строить большую аналитику для принятия правильных управленческих решений. А можете по цифрам сориентировать примерно? Вот, к примеру, в этом или по итогам прошлого года сколько медучреждений было оштрафовано? Ну, это, знаете, медучреждения в зависимости от объемов, от его мощности. В основном, все-таки, чтобы никого не обижать, скажу, два ключевых профиля – это первичное звено, поликлиники и стационары. То есть первичное звено, где прикрепленное население приходит, и уже где круглосуточные стационары ложатся больные по различным заболеваниям. Мы видим, что все-таки по количеству нарушений больше на поликлиническом звене. Я не могу сказать, что нету их в стационарах, есть и тут, и там, но все-таки объем услуг, вы поймете почему, где-то порядка 370 миллионов услуг медицинских в год оказывается, и мы их проплачиваем для медицинских организаций. Из них, скажем так, что порядка 5 миллионов пролеченных случаев – это в стационарах. А все оставшиеся – это на уровне поликлиник. Вы понимаете, что масштаб, количество посещений, ну все, 20 миллионов прикреплено же ко всем поликлиникам. Соответственно, кратность, посещаемость, пропускная способность их, она гораздо выше, чем в стационарах. Тогда по поликлиникам примерно вы можете сказать, либо сколько их всего было штрафовано хотя бы поликлиник, или какая самая высокая санкция, которую можно наложить на медицинские организации? Ну, давайте я не буду говорить о персонале конкретно. Я хочу сказать, есть различные штрафные санкции, различные дефекты есть, в том числе есть нарушения дефектов, но за них не предусмотрены штрафные санкции, не предусмотрены штрафные санкции. Есть, в том числе, штрафные санкции в размере 100%, но понимаете, если это будет так называемая неоказанная услуга, но вообще эта услуга не оказывалась, и она была предъявлена в составе оплаты, конечно, здесь штрафных санкций будет больше, нежели услуга оказана, но оказана некачественно и не в полном объеме. Там будет ответственность ниже. А было такое, что вот фонд решал, что, допустим, данная поликлиника, злосчастный нарушитель, постоянно какие-то дефекты у него и что-то такое, поднимался ли вопрос обсуждения, чтобы вот взять эту поликлинику и отключить от системы? Есть возможность, когда за злостные, неоднократные нарушения имеется возможность расторгнуть договор между клиникой и фондом, но это исключительный случай, и фонд не намерен. В первую очередь мы должны думать здесь не о том, что какие деньги мы сэкономим для себя, а о том, что насколько пострадает население на той или иной территории. Потому что в интересах населения вы должны понимать, что в течение года сложно альтернативу, вот перенастройку населению объяснить, допустим, 20 тысяч населения прикреплено. Мы должны перекрепить это население, проработать это с управлением здравоохранения, это, наверное, не совсем правильные вещи, поэтому оно идет в накопитель, а при распределении будущих объемов медицинской помощи вот эти критерии нарушения, жалоб и некачественных они у нас в той или иной степени учитываются. А вообще объемы, как определяется объем, допустим, от поликлиники? Я уже начал говорить о том, что есть отличия вообще в целом по выполнению медицинской помощи на уровне стационаров. Вы понимаете, что это круглосуточное нахождение, там нужно и питание, там нужно и реанимацию, нужно обеспечить полным объемом. В общем, все, человек туда приходит, ложится условно 5, 7, 10 дней, да, в поликлинике есть только дневной стационар, может быть, несколько часов там провести какие-то медицинские манипуляции, уйти или же прийти. Основная задача поликлиники – это профилактика или же обеспечение медицинской помощью лиц, находящихся на диспансерном учете. Поэтому люди в основном сюда приходят, получить какую-то консультацию или направление, или назначение. Поэтому здесь вот финансирование определяется разное. В стационарах это уже такая, знаете, специфичность, специфика. В стационарах определяется в основном по клиникозатратным группам, которые сгруппированы все виды расходов, клинических расходов, которые обсчитываются финансово. По ним есть по разным видам длительность нахождения, тяжесть случая определяется. Тариф. И этот тариф потом умножается на количество нахождений дней, койко-дней. И потом предъявляется в составе оплаты к фонду, и мы оплачиваем после проведения мониторинга. А в поликлиниках здесь ситуация другая. Все 20 миллионов населения прикреплено в той или иной поликлинике. За каждого человека предусмотрен комплексный подушевой норматив. Из этого комплексного подушевого агрегированного норматива потом финансирование закупает соответствующие необходимые оборудования, выплачивается зарплата врачам. Ну все, что необходимо для оказания помощи на первичном звене. Как определяется его услуга, относится непосредственно к компетенции фондов, либо к гарантированному обеспечению? На самом деле это очень сложно для пациентов. Наверное, может быть, даже и не нужно это знать. Но здесь вот есть некий стереотип о том, что с внедрением ОСМС именно все стало плохо. Здесь я хотел бы поспорить о том, что ОСМС дал определенные существенные возможности. Во-первых, вопрос двух пакетов. Он у нас есть. Эта проблема есть. Есть поручение президента. Над ним сейчас работает и министерство здравоохранения, правительство в целом. Фонд тоже участвовал в этом. Как я уже говорил, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, он у нас достаточно широкий пакет. То есть, во-первых, все казахстанцы не остаются они без медицинской помощи. Потому что он достаточно широкий пакет, большой объем помощи там предусмотрен. Даже та же первичная медико-санитарная помощь, первичное звено, она оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть это не ОСМС. А уже в последующем консультативно-диагностические услуги, большая часть она оказывается в рамках ОСМС. И брать еще, если говорить вопрос там бюджета и зависимости, в целом система здравоохранения как была зависима от бюджета до внедрения ОСМС, так она и осталась. Если раньше она была 100% зависима, сейчас условно на 60%. Поэтому другие возможности, какие дал возможности ОСМС, в частности, допустим, если брать стоматологические услуги и в 6 раз объем финансирования увеличился, если раньше до внедрения ОСМС это была, как правило, экстренная помощь, то сейчас уже плановая помощь. Мы видим увеличение финансирования, конечно, и этого недостаточно для отдельных, не для всех, для отдельных категорий. Это дети, беременные, отдельные категории населения. Но я говорю, разница между экстренной, когда пришел, когда тебя поджало, или же ты плановый идешь, и вот как раз-таки вот эти цифры говорят об этом. Ну, консультативно-диагностические услуги, это почти в 12 раз увеличился объем за счет ОСМС, исследования компьютерной томографии и МРТ увеличились практически в 9 раз, стационарно-замещающая помощь в 3 раза, и в целом общие расходы увеличились в 2 раза. То есть порядка 123 миллионов услуг оказывается по прошлому году в рамках ОСМС. За этим стоят миллионы, десятки миллионов казахстанцев. И когда говорят, что нужно ОСМС отменить, ну, нужно спросить у этих людей, готовы ли они остаться без этой помощи. Конечно, нет. И это невозможно. Поэтому вот проблема, она гораздо шире, если посмотреть в отдельность частного случая, индивидуального случая, возможно, нужно с этим разбираться. Но вот системно, системно нужно переходить на, вот у нас в целом бюджетно-страховая модель в пользу бюджетной 60 на 40, да? А задача, которую сейчас рассматривает Министерство здравоохранения, это переход на преимущество в страховую модель, чтобы соотношение было 30 на 70, 70 в пользу ОСМС. Для этого нам нужно провести большую работу по вовлечению населения. Сегодня у нас порядка 3,4 миллиона казахстанцев находятся вне системы ОСМС. По различным причинам отсутствие занятости, теневая экономика, закредитованность, допустим, другие какие-то причины, да? И поэтому поэтапно нужно вовлекать людей в систему, показывать эти преимущества. И, наверное, тогда и будет понимание в целом, да, какие возможности дает система ОСМС. Вот мы, если смотреть в целом на международный опыт, то пакеты, два пакета, минимальный базовый пакет, который гарантирован, да, допустим, и пакет страховой, они есть во многих странах, да? Но гарантированный пакет, он достаточно минимальный, не широкий. В основном это неотложная медицинская помощь. Неотложная медицинская помощь – это небольшой объем. Поэтому все остальное находится в страховом. У нас, как я уже сказал, достаточно обширный пакет гарантированного объема, который не стимулирует переход людей в вовлечение в пакет страховой. Потому что это в целом и социально-экономическая вообще в целом проблема. Поэтому я думаю, что если посмотреть на опыт других стран, то здесь несколько ключевых. Все-таки наличие двух пакетов, где нужно все-таки оптимизировать пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, увеличив пакет страховой. Соответственно, плюс должны быть повышенные ставки ОСМС для того, чтобы обеспечить систему финансирования деньгами. Потому что наши ставки в сравнении со ставками и в постсоветских государств, и в целом в мире, они одни из самых низких. Поэтому ставки тоже нужно будет увеличивать, пересматривать, оптимизировать пакеты и переходить на преимущественно страховую модель. Ну и вообще в целом у нас вовлечением людей в систему ОСМС законодательство неопределенно полномочий на органы. В других странах четко есть государственный орган, который занимается этим вопросом. Как Вы считаете, стоит ли объем ГОМП в Казахстане тоже минимизировать? Ну этот вопрос, вот как раз таки сейчас над ним работает Министерство здравоохранения, а есть соответствующее поручение. Вопрос связан именно с оптимизацией этого пакета. Исключить оттуда искусственное разделение пакетов, излишнее дублирование, излишнее администрирование, чтобы и клиникам было легко распределять. Они четко понимали, какие деньги у них есть, какие у них объемы медицинской помощи заложены в одном пакете. Для этого должно быть все просто, понятно, четко. Ну и система администрирования, цифровизации, первичных медицинских случаев, в том числе со стороны фонда, она должна обеспечивать прозрачность прохождения средств и соответственно всех видов медицинских услуг. Вот это система администрирования. Поэтому это очень большая задача, по ней поэтапно министерство планирует двигаться. Есть четкое видение. Я уверен, что эта проблема будет решена в течение нескольких лет. В мире, где преимущественно страховая модель, процент застрахованности составляет 97-99%. У нас 83. Понимаете, более 3 миллионов населения вне системы ОСМС, это очень большое количество. То есть вовлечение в систему ОСМС, увеличение этого процента, потом повышение ставок, чтобы справно поступали взносы и опять же эти взносы уходили для лечения населения. Ну и выстраивание четкого пакета гарантированного объема минимального базового пакета и страхового пакета. Вот это в целом и есть контуры тех планов, над которыми сейчас работает министерство здравоохранения, и мы также участвуем в составе рабочих групп. Вам не кажется ли, что повышение ставок может наоборот снизить процент охвата населения? Ну здесь первое, речь не идет о повышении ставок для работников и населения, речь идет о повышении ставок как для государства, так и работодателя. Причем это однозначно, если этот вопрос будет рассматриваться, сейчас этот вопрос не рассматривается, только просчеты делаются. Но это будет где-то в будущем, финмодель системы ОСМС как раз-таки она состоит из нескольких вещей. Это ключевые вещи там, это пакеты и между ними разделение видов медицинской помощи, это процент охвата и участия в системе ОСМС, цифровизация и финансирование, а в финансировании как раз-таки ставки. Поэтому в одном месте что-то увеличиваем, мы должны балансировать. Поэтому это очень сложная модель, поэтому ее очень быстро сделать будет сложно, мы же должны это сделать не в ущерб качеству оказания медицинской помощи, чтобы пациенты не пострадали. Но я хочу сразу оговориться, что сейчас не стоит вопрос увеличения ставок, сейчас вообще выработки корректив необходимы для того, чтобы поправить где-то отдельные неработающие элементы системы. И при этом, чтобы мы эффективность в целом отдачи средств увеличили. Для сведения хотел бы сказать, что помимо того, что я сказал о том, что через систему ОСМС порядка в прошлом году 123 миллиона услуг медицинских оказано, высокотехнологичные операции делаются, амбулаторное лекарственное обеспечение. Человек оплачивает, допустим, максимальный в месяц 17 тысяч тенге и может получить медицинскую помощь, которая в десятки раз превышает, даже в сотни раз. Операции есть, допустим, операция около 7 тысяч на сердце сделана, она стоит в среднем 3 миллиона тенге. Сколько человек бы копил бы на эту операцию из расчета 17 тысяч тенге в месяц, 24 тысяч в год, это нужно было порядка 15 лет копить на эту операцию, да? Ну, дождался бы он на этой операции или нет, конечно. Стантирование где-то порядка миллион тенге стоит, ну или эндопротезирование тоже, их тоже делается несколько тысяч. То есть я говорю о таких дорогостоящих, это все оказывается без ограничения. Вот вы оплатили взнос 17 тысяч в месяц, вы можете неоднократно без ограничения за оказание медицинской помощи, ни по сумме, ни по кратности, никаких здесь ограничений нет. Поэтому вот как раз таки в этом и есть преимущество. Дополнительно поступает более 1 триллиона тенге, которая идет на оказание медицинской помощи всем нашим казахстанцам. Все казахстанцы имеют право, все 20 миллион на бесплатную медицинскую помощь. Это гарантированная конституция, да? В рамках гарантированной. Неотложная помощь в экстренных случаях, она вся оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Ну а в последующем плановая медицинская помощь и все, что предусмотрено в рамках ОСМС, чтобы вы понимали, да, сегодня где-то в объеме 2000 медицинских услуг оказывается в рамках на амбулаторных условиях. 2000 и 6000, 8000 оказываются в рамках стационарных различных видов заболеваний, диагнозов, а нек, в том числе манипуляции операций в рамках стационарного лечения. Более 80 видов там лекарственного обеспечения и более 80 сложных высокотехнологичных операций, которые, примеры которых приводил. Вот это все оказывается в рамках ОСМС. Поэтому это новые возможности, которые нам дала внедрение страховой медицины. Ну есть у нас, допустим, предложения, я вижу, поступают по многим направлениям. В частности, я говорил о стоматологии. Стоматология положена она детям, беременным, людям с ограниченными возможностями, и пенсионерам не всем в экстренных случаях. А все остальное, вот этой первой трех категорий, трем категориям оказываются в рамках плановой. Я говорил, до внедрения ОСМС это был экстренный случай, это был очень минимальный объем. И сейчас он недостаточный. Но для того, чтобы его дальше увеличивать, нам нужно повышать ставки. Понимаете? И здесь, конечно, уже вступает вопрос именно сохранности и достаточности средств на все виды. Ну, я понимаю, нужно заниматься и профилактикой, и планными вещами, и сложные бывают там какие-то там заболевания, да, вот именно по стоматологии, по стоматологии населения. Но в данном моменте для того, чтобы новые увеличения какие-то делать, увеличение охвата, дополнительное финансирование, мы должны финмодель пересмотреть. Для пересмотра финмодели необходимы новые доходы. Поэтому как раз-таки вопрос, связанный, вот перечень видов ОСМС определяется в том числе с учетом сбалансированности поступающих доходов от ОСМС и тех медицинских услуг, которые могут быть оказаны в рамках ОСМС, так называемых медицинских гарантий. Если вот этого баланса не будет, если мы будем, а вернее, тратить больше, чем поступает, то накопленных средств у нас может в течение двух-трех лет не хватить, и тогда произойдет ухудшение финансового состояния не фонда, а в целом системы ОСМС и здравоохранения в целом. Ставки для того, чтобы это не были большой нагрузкой для бизнеса и для государства, это все зависит от экономической ситуации. Вот есть сегодня такая текущая экономическая повестка и состояние, есть возможность дохода в государстве, соответственно, эта часть гарантированного объема, она может индексироваться и увеличиваться. Мы видим сейчас очень непростая экономическая ситуация. Теперь, то же самое, мы говорим по линии ОСМС. Если мы начинаем увеличивать это на государство, это солидарное же ответственность, государство перечисляет, перечисляет работодатели, перечисляет работники. Преимущественно модель существует, страховая за счет государства и работодателей. На 75% аккумулируются доходы за счет этих двух категорий. Население в среднем на четверть, на 25%, чтобы вы понимали, вот условно 300 миллиардов поступает от работников из 1,2 триллиона, но получает объемы они на весь 2,8 триллиона медицинских услуг. Это же соотношение 1 к 9, ты на 1 тенге получаешь на 9 тенге дополнительных видов медицинских услуг. Поэтому если будет рассматриваться новая модель увеличения с учетом, первично все-таки это должно быть рассмотрено медицинская часть, пакет, не должны быть экономическая финансовая часть впереди, первично должна быть это медицинская клиническая часть. Врачи должны сказать, где начинается диагноз, подозрение на диагноз, потом какие обследования делаются, потом подтверждается, не подтверждается диагноз, потом определяется эта группа, категория людей, делаются так называемые экономические расчеты. Это достаточно большой объем работы. Но я с вами абсолютно согласен, и это будет однозначно не за один год. Эта нагрузка будет, возможно, по 0,5%, может быть, и ниже в течение 3-5 лет. Это равномерная распределенная нагрузка, чтобы не увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда и в целом на бизнес, на работодатели, одномоментно, чтобы бизнес не ушел в тень и в целом не было отторжения, как вы говорите, от реформы. Тогда давайте еще поговорим о самих казахстанцах, непосредственно о жалобах. Давайте просто затронем. К примеру, одна из ключевых жалоб это, что происходит, если человек работает, к примеру, на двух работах, или он одновременно и работодатель, и наемный рабочий, он оплачивает страхование, получается, дважды. Нет, на самом деле не дважды. Я говорил ключевое отличие, что определен выше предел которого не может быть взнос и отчисление. Я говорил, это для работника 2%, 17 тысяч тенге в месяц, это заработные платы 850 тысяч тенге. Он может работать на нескольких, 3-4 работах, и суммировано его источники дохода, если не достигают этого размера, то будет 2%, и если достигает 17 тысяч тенге, да, отчисление, справки он предоставляет по местным работам и производится отчисление. То есть не важно, в скольких работах, важен верхний объем. он ограничен. Он ограничен с 17 тысяч в месяц, максимальное отчисление от работника. Эта сумма, она сформировалась из-за чего? 10 МЗП определили 10 минимальных заработных плат, что 85 тысяч, 850 тысяч, вот это верхний предел определен, выше которого заработная плата может быть по определению, но она, процент все равно будет, если мы выше заработную плату получает работник, да, то она будет, процент будет снижаться не 2%, ну, условно, 3 миллиона, да, с 3 миллионов это будет, наверное, меньше 1% точно, может быть, 0,5%. Потому что 850 срабатывает верхний предел, и больше которого не может быть такая ставка. Ну, вот такая модель, такие ставки были предусмотрены, заложены на период становления системы ОСМС. Как вы относитесь к этим ставкам? Я отношусь, здесь нужно комплексно смотреть, исходя еще в целом экономической ситуации, и опять же, нагрузка на фонд оплаты труда. Если там же есть налоги, там есть пенсионные отчисления, мы должны сбалансироваться здесь, это в целом вопрос уже как бы финансово-экономического блока правительства, здесь, значит, очень аккуратно и взвешенно двигаться, для того, чтобы, как вы же сами сказали о том, чтобы мы стимулировали людей вовлекаться в эту систему, но для того, чтобы стимулировать, все-таки мы вот должны между пакетами медицинской помощи провести вот такую большую домашнюю работу. Примерно ориентировочная? Нет, это активная работа идет, это работа идет, соответственно, рабочая группа работает при Министерстве здравоохранения, в том числе и работники фонда туда включены. Но это клиническая часть, это медицинская часть, мы можем только, исходя из каких-то новых подходов, моделей, обсчерт сделать, расчеты, о каких параметрах идет речь. То вот человек приходит и получает помощь в рамках гарантированного освещения, но в конечном итоге может оказаться там, что это перечень ФМС. Или наоборот, что потом приходит, платно получает медицинскую помощь, что вот она фиксируется как участие в получении услуги через ФМС. Это очень серьезный вопрос, на самом деле, знаете, для этого должен быть очень глубочайший уровень цифровизации. Я говорил масштабом, там 350-400 миллионов услуг, это в месяц порядка 35 миллионов услуг проходит. Мы же понимаем, ограниченный ресурс, в том числе и у нас, и в клиниках для того, чтобы это все верифицировать, контролировать, администрировать. Поэтому это должна работать система управления рисками, сейчас мы на нее переходим, то есть раньше был так называемый сплошной тотальный контроль, все клиники, 2000 клиники, одинаково, может быть, одно нарушение у них, да, проверяется все, допустим, 10 тысяч случаев, которые это клиники, хотя у него выявлено было только одно нарушение, да, но ресурс же выходит, и временной, там, и человеческий ресурс, ну или клиника, которая там условно, несколько тысяч услуг оказалось, у них там 10-15% может быть таких нарушений. Поэтому сейчас вот система управления рисками, формат аналогический контроль, потом вот нашу большую аналитику, все вместе выстраиваем, это наш первичный уровень цифровизации. Последующие планы есть в целом по предоставлению возможности людям, пациентам самим дать сервисы, подтверждение услуг, приходил он, не приходил, он получал, не он, одну услугу или несколько, подтверждение, так называемая система народного контроля, и это нам бы сильно помогло, потому что на самом деле лучшим оценщиком и лучшим контролером является сам пациент, сам человек, потому что и наша главная цель, наша главная вот с точки зрения тактики, стратегии, не то, что в конце отчетного периода больше штрафов наложить, такой задачи нет, мы не ставим этот KPI, для нас он не является приоритетным на эту медицинскую организацию, потому что мы понимаем, что это может прямо или косвенно отразиться в целом на пациенте, наша задача вот на входе в систему формирования первичного медицинского случая, медуслуги, вот здесь максимально сузить горлышко для манипуляций, то есть на входе сделать такую умную систему построить, которая демотивировала медицинские клиники, но это неотвратимость, это и профилактика, это разъяснительная работа, ну это и повышение и финансовой, и правовой культуры в целом в медицинской среде. Вот разного здесь уникального рецепта не будет, наверное, но вот такую для себя мы задачу поставили и мы сейчас в этом направлении серьезно работаем. Перед внедрением было большое изучение международного опыта, привлекали специалисты, в том числе Всемирного банка, Буквально в этом году приезжал к нам эксперт, вот смотрели мы опыт Литвы, европейских стран, да, и соседних государств. У многих, кто перешел, достаточно длительный период был, то есть длительный период, 10 и более лет для внедрения, но базовые параметры, я говорил, ставки были снижены, а все-таки вот эта сложность распределения пакета между пакетами медицинской помощи, ну и охват, недостаточно охват, вот это ключевые вопросы, о чем, собственно, наверное, как говорят наши коллеги, тогда и говорили, это главные риски, они, определенная часть из них сработала, ну, сейчас мы должны кое-какие изменения сделать, поэтому вот такая создана специальная группа для изменения и внесения законодательных инициатив. В целом мы должны однозначно идти на сегодняшний день, вот я знаю, в обществе активно обсуждается вопрос по отмене ОСМС, а мы говорим о том, что на самом деле альтернативы ОСМС на сегодняшней повестке дня нет, поэтому нужно только в целом улучшать систему, в целом нужно улучшать систему именно в части медицинской части касательно понятных, четких актуализации клинических протоколов, в целом повышение пациента и клиента ориентированности, изменение стандарта в сторону улучшения и в целом администрирование управления системой здравоохранения. И тогда вот комплексы, наверное, и эффект мы получим, и люди смогут увидеть и оценить. И плюс ко всему, помимо того, что не оказывается непосредственно медицинская помощь всему населению Казахстана, есть и социально-экономическая отдача, вот условно из 2,8 триллиона тенге больше половины средств, они возвращаются в экономику обратно. Каким образом? Порядка полтриллиона это идет на развитие частного медицинского сектора, 300 миллиардов возвращается в виде налога в бюджет, 200 миллиардов идут на развитие отечественных фарм, отрасли и порядка на 5% в отрасли сконцентрирована экономически активная часть населения. Вот помимо того, что врачи оказывают и за этим стоят конкретная помощь всем нашим казахстанцам, еще есть социально-экономическая отдача, потенциал которой может быть еще выше, когда мы выстроим регуляторную четкую среду, сделаем те поправки по проблемах, которые мы признаем и с которыми соглашаемся и по которым у нас есть четкое видение. Ну и безусловно проблему с цифровизацией, если бы мы сделали глубже, над ним сейчас мы работаем, тогда мы увидим еще большую отдачу вот в целом не только от системы ОСМС, а в целом от здравоохранения. 3,4 миллиона казахстанцев у нас, они находятся вне системы ОСМС. Повторюсь, достаточно большой, это 17%. И вот на протяжении уже последних трех лет практически этот показатель не меняется. Ну, кто это? Портрет мы делали. Когда мы портрет делали, вот называемые, есть несколько категорий социального благополучия. И мы видели, что да, это в основном экономически активное население. Преимущественно это мужчины 60%. Здесь, поскольку женщины, в том числе женщины беременны, они у нас идут через льготную категорию. Пенсионеры, дети, они тоже находятся в льготной категории. Поэтому здесь мы когда видели, мы смотрели, что все-таки это вопрос безработицы. И если даже они работают, то минимальные литиневые доходы получают, либо закредитованы и не могут легализоваться и участвовать в системе. То есть входные какие-то базовые вещи, с точки зрения конкретно взятого человека, они являются для него препятствием. Поэтому сейчас ведется большая работа на уровне правительства. Министерство здравоохранения создан там проектный офис. Мы там тоже работаем с регионами, созданы региональные штабы. С ноября прошлого года все 20 регионов на уровне, ежемесячно на уровне правительства проводят. Проводятся у нас регулярные отчеты, встречи, что сделано. Ну, к сожалению, наверное, сразу сложно, что какая-то большая динамика. Ну, условно, где-то было 3,6 миллиона, они застрахованы, сейчас 3,4, 200 тысяч. Менее за 10 месяцев. Но эту работу нужно регулярно проводить. Плюс у нас нет вот уполномоченного органа в законе, который вот именно по населению, по гражданам отвечал бы за администрирование. Есть предложение, прорабатывается, за кем это закрепить. Должно быть тоже высокий уровень цифровизации, работы, но вопрос все-таки больше социально-экономического проблема. Из-за отсутствия постоянного источного дохода людей не могут войти в эту систему, в том числе. Ну, есть, конечно, и нежелание людей. Порядка 25% высказывают нежелание. Возможно, недопонимание системы. Ну, а в целом, в основном, говорят, у меня нет источника дохода, либо я работаю неформально. Такую социологию проводили. На порядке в этой социологии участвовало более 150 тысяч человек. Там появился такой портрет не застрахованного человека. А с чем связывают это нежелание, которые просто не хотят? Ну, это желание, право каждого человека. Может, кто-то думает о том, что я здоров абсолютно, потому что не проводил никакую диагностику. Но это же только профосмотры должны быть. Должна быть в целом дисциплина. Но могут быть реально и не нуждающиеся. Если абсолютно здоровый образ жизни ведут, нормальное питание, отношение к собственному здоровью, может быть, и не нуждаются. Но это вопрос же невозможно прогнозировать, что с тобой может завтра произойти. Поэтому профосмотры и обследования должны проводиться. В течение года они не болели. Они требуют в огромном средстве. Это не возможно? Нет, закон такого не предусматривает. Я говорю о том, что у нас принцип солидарности и оплаты. Поэтому у нас предусмотрены такие. Нет ограничений по количеству услуг, по обращаемости, по объемам, по размерам. Ключевым является оплата 2% со своей заработной платой. Поэтому и все, и ты обеспечил. И в этом есть солидарность. Ты в общий пул средств перечисляешь. И когда сегодня ты помог этой помощью, воспользовался этими средствами, воспользовался нуждающий, завтра, если тебе возникнет потребность, тебе также помогут остальные. А все остальное же это уже на уровне непониманий и культуры. Спасибо большое за уделенное время, за платформное интервью. Вам спасибо за интересные вопросы.